Валерий Владимирович, сегодня было очень эмоциональное заседание в парламенте. Обсуждался вопрос снятия неприкосновенности с двух депутатов парламента. Пересказывать и входить вглубь обсуждения того, что было, я бы не хотела. Но мне очень хотелось бы, чтобы вы дали правовую такую оценку, комментарий вообще тем двум документам, которые представила Генеральная прокуратура Абхазии в первую очередь. И вообще сказали, насколько серьезно в нынешнее время, когда есть не просто более важные, а прям архиважные вопросы, задачи Генеральной прокуратуры, заниматься вот такого рода делами. В смысле, сегодня мы рассматривали на заседании парламента представление Генерального прокурора о лишении неприкосновенности с двух депутатов ГУК и Ардзема в связи с экриминируемыми им уголовными преступлениями, связанными с производством выстрелов 30 сентября в день государственного праздника, День Победы и Независимости. С точки зрения законодательной процедуры, парламент в соответствии с законным остатком депутата, в соответствии с регламентом парламента, обязан был после представления Генеральной прокуратуры рассмотреть данный вопрос в течение трех дней. Сегодня была назначена сессия, как последний уходящий день по неделе, потому что это в законе предусмотрены рабочие дни, прям просто три дня установлено. И ознакомившись с данными представлениями и обоснованиями Генеральной прокуратуры, сразу в глаза бросились такие вот правовые недоработки, можно так мягко выразиться, ну, к примеру, например, что Генеральная прокуратура констатирует, что депутат Кокая в состоянии алкогольного опьянения, реализуя внезапно возникший преступный умысел, произвел пять выстрелов вверх. В какой-то части опять выстрелов вверх, в какой-то части опять выстрелов в воздух. Но сразу возникает вопрос, проведена была ли экспертиза на предмет состояния опьянения, алкогольного, наркотического или вообще никакого опьянения. Никакой экспертизы не было. Потом в дальнейшем приводится в качестве свидетелей родной отец его, родной дядя, брат, родной, двоюродный, родственники, близкие, которые дают показания о том, что действительно он производил выстрелы. Но, видимо, я не знаю, наверное, они отказались от какого-то своего сирийского иммунитета и стали давать показания в отношении своего родственника, близкого, хотя они по этому делу являются вообще потерпевшими, потому что они подверглись насилию, физическому воздействию со стороны правоохранительных органов. И с точки зрения такой вот процедуры формальной, очень много вопросов, связанных с нарушениями процессуальных действий, в том числе и в отношении депутата Ардземба, когда описываются события, связанные с фиксированием камер видеонаблюдения, передвижения служебного автомобиля депутата Ардземба на пересечении улицы Мара и Аяйра, потом въезд к зданию МВД, подъезд к зданию МВД, превышение скорости на Красном мосту, пересечение на красный свет, нарушение правил дорожного движения, но при этом видеокамеры не фиксируют фактического производства выстрелов со стороны депутата Ардземба. А что самое большее вызывающее иронию, то по показаниям некого гражданина, которого, как вот сам заявил депутата Ардземба при рассмотрении в судебном заседании, человек, которого приводят пример в качестве свидетеля, пять раз отказывался от дачи таких показаний, что он узнал по проплешине депутата Ардземба по телосложению его определенному, в нем узнал депутата, который произвел выстрелы. Но я не думаю, что движение автомобиля служебного по улицам города или проплешина в голове или определенный склад анатомического телосложения образует состав преступления. С точки зрения формальности допущено очень много процессуальных нарушений, так как безосновательные показания не проведения соответствующей экспертизы делают процессуальные акты не соответствующие уголовно-процессуальному или уголовному законодательству, и тем более уже закону о статусе депутата. Поэтому мы в соответствии с законом, конечно, приняли к рассмотрению данные акты на поставленные вопросы внятного и обширного компетентного ответа мы не услышали. Конечно, на фоне тех череды или парада, целого парада преступлений, которые сотрясают наше общество в последнее время, это и тяжкие преступления, связанные и доведением до самоубийства, и стязания, и гибель гражданина Кетия при препятствовании якобы намеревающихся совершить преступления. Подобные такие вот необъективные или однобокие подходы, имеющие явный политический окрас, они, конечно, вызывают такую некую иронию, но по сути своей, конечно, это, наверное, на фоне всех этих происшествий, это, конечно, вероятность цинизма. И принимая решение об отказе в снятии решений неприкосновенности депутатов, я обратился к журналистам и попросил, чтобы они осветили объективно эту информацию, потому что в последнее время в предшествии нашего заседания очень много со стороны анонимных пользователей наших граждан, которые в соцсетях образовали определенные группы и пытаются таким образом воздействовать на общество и сформировать определенное мнение, что депутаты парламента защищают своих коллег и приводили ссылки с прошлого созыва парламента, когда вырванный из контекста термин, то мы своих не сдаем, хотели обратить в пользу того, что мы противодействуем законным требованиям правоохранительных органов. Но я хочу еще раз напомнить, что Народное Собрание как раз-то дало разрешение на снятие неприкосновенности в пятом созыве с депутатом Вицыния, обвиняемого тогда в совершении особо тяжкого преступления и в дальнейшем при производстве следственных действий, при вступлении в силу судебного решения парламент уже никакого отношения не имел к этому. Поэтому проводить аналогии и вводить за влуждение общественность здесь неуместно. Поэтому мы предложили Генеральной прокуратуре обратить внимание не на формальные признаки производства выстрелов в День Победы и независимость, как я уже говорил, а на более серьезные и тяжкие преступления, которые были совершены в отношении граждан Абхазии и по которым абсолютно нет никакого движения. В том числе и по фигурантам иным этого дела в отношении депутатов происходящих на площади Сергея Васильевича Багабша 30 сентября вот уже прошло почти что проходит заканчивая третий месяц. Мы не слышали конкретных и не видим конкретных действий со стороны Генеральной прокуратуры в отношении иных фигурантов, которые совершили действительно уголовные преступления и принесли телесные повреждения, там факты были зафиксированы, избиения в отношении ветеранов, инвалидов одессы военно-народа Абхазии. Поэтому на этом фоне все это выглядит ну как минимум как минимум выглядит оно несоответствующее реальным положением правоохранительной системы и в борьбе с правопорядком в Абхазии. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова